Приветствую вас, и давайте начнем с того, что 6 лет, которые вы встречаетесь с молодым человеком, это очень много. Вообще, люди за 6 лет бывают и семью создать, да, и детей как бы завести, а у вас, получается, 6 лет вы только встречались, и все. В принципе, ваши обосеяния, ваши мысли, они не лишены рациональным зерна. И, конечно же, первый вопрос, который набрасывается сам с собой, это вопрос, связанный с тем, а вы говорили за своим молодым человеком об этом, чем он объясняет свое нежелание, например, с вами жить, какие у него аргументы. Считаете ли вы эти аргументы какими-то, ну, скажем, обоснованными, да, то есть нет ли у вас такого ощущения, что молодой человек вас, например, обманывает, или что-то еще в этом роде. Это вот первый момент. То есть первый момент заключается именно в том, чтобы вам определить отношение молодого человека к тому, что у вас происходит. И чтобы высказать ему свое недовольство тем, что, вот, собственно, он до сих пор с вами не живет. Это вот, как бы, первый момент. Второй момент заключается в том, что если молодой человек в течение такого большого количества времени до сих пор с вами не живет, значит, ему, простите, это не выгодно. Ну, это не соответствует его интересам. У него все есть, он получает то, что хочет от вас, видимо. И поступать с вами в совместное проживание явно не то, что он считает своим приоритетным делом. И, к сожалению, к сожалению, у вас достаточно ограниченный спектр того, что вы можете сделать для вообще какого-то выхода из этой ситуации. Почему? Дело в том, что если молодому человеку удобно, то нужно сделать так, чтобы ему не было удобно. Нужно сделать так, чтобы мужчина перестал получать то, что он получает сейчас, на данный момент от вас. Чтобы у него был стимул к тому, чтобы свое поведение изменить. А для этого нужно показать ему, что либо вы не собираетесь терпеть такое отношение к себе, и начинаете вести себя более свободнее, например, более вызывающе, более самостоятельно. То есть здесь речь идет, говоря о самостоятельности, речь идет о том, чтобы показать мужчине, что если он не может дать вам того, что вы хотите, то вы найдете того, кто даст. И для начала, для начала вы просто от него отдалитесь. Это вот такой аспект. То есть вы можете не вступать с ним в споры, в ссоры, в выяснение отношений и так далее. То, что вы можете сделать, это дать ему понять, что вы недовольны и начать думать о себе. И вот мысли о вас самой, это следующий и последний момент, который я хочу вам донести. То есть получается, что в течение 6 лет, ну или скорее всего не 6, а, например, вот по прошествии 2 лет, то есть последние 4 года, вы по сути дела думаете только о молодом человеке. То есть вы для него терпите то, что он с вами не живет, вы терпите, наверное, такую неопределенность, я имею ввиду неопределенность в будущем. Наверное, вы не хотели бы таких свободных в личном отношении, потому что это подрывает доверие между, например, вами. Но все это вы терпите, потому что знаете, что так удобно молодому человеку. И при этом не думайте о себе. Ну а молодой человек считает, что раз вы ничего не говорите, значит вас все устраивает. И раз вас все устраивает, то зачем что-то менять? И если не устраивает вас, то и вам требуется делать что-то для того, чтобы ситуация изменилась. Вам нужно показать, что вы готовы защищать свои интересы даже без молодого человека, если он этого не делает. И когда вы будете думать о себе, когда мужчина увидит, что вы начинаете заботиться о своих интересах больше, чем это делает, например, он, у него будет две возможных реакции. Первая реакция это, ну, собственно, он похватится, начнет вас стараться вернуть, может быть, что-то будет повышенное внимание к вам. Вот такая реакция, знаете, человек, который осознал, что может потерять своего любимого. И другая реакция будет такая, что молодой человек, наоборот, ответит вам агрессией, ответит вам претензиями и негативом. В этом случае это будет означать, что молодой человек продолжает думать о себе, не считает, что вы должны думать также о себе и не готов принять то, что вы делаете именно в контексте заботы о себе. В данном случае, в последнем случае, нельзя говорить о продолжении отношений между вами. Можно говорить о том, что, скорее всего, эти отношения закончились какое-то время назад, когда мужчина думал только о себе, начал думать только о себе. Ну, или когда вы позволили ему думать только о себе. То есть здесь, знаете как, не бывает одного человека ответственного за то, что происходит в отношениях между двумя людьми. То есть, как или иначе, оба несут ответственность за это. И вам нужно либо эту ситуацию исправлять, то есть постепенно от него отдаляться, чтобы он оказался, по сути, перед выбором. Либо он действует по своему сценарию поведения отца без вас, либо он меняет себя в себе и остается с вами. В том моменте, в котором это вредит вашим интересам. И, собственно, на этом, я думаю, можно закончить. Если я помог вам, то сделайте мой ответ лучше, пожалуйста, буду благодарен. Если вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.